Товарищи, дорогие друзья мои, здравствуйте! Вот представьте себе, вся Европа строила в те годы одномоторные летательные аппараты, а Россия построила четырехмоторный летающий корабль. Вначале не было даже определенного ему назначения, но надвинувшаяся война 1914 года поставила всё на месте. Корабль стал боевым дальним бомбардировщиком. В 1914 году образовалась эскадра тяжёлых кораблей «Илья Муромец». Определились и формы применения этих кораблей в бою. Определилась и организационная форма. Корабли «Муромцы» были объединены в эскадру, которая подчинялась высшему военному руководству. Да так и пошло с тех пор. Объединения тяжёлой и дальней авиации во все времена подчинялись главному военному руководству. Наибольшее развитие, бурное развитие, дальняя авиация получила в 30-е годы, начало 40-х годов. Самый трудный и ответственный период для дальней бомбардировочной авиации наступил в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны. Авиация дальнего действия с этими задачами справлялась не только на далёких рубежах дальних целей и в оперативной глубине, но и на переднем крае, где никакими другими средствами невозможно было прорвать оборону противника. И только удары нашей авиации, наиболее сильного ударного средства, пожалуй, во всей, так сказать, армии нашей, вот они помогали фронтам прорывать оборону противника, помогали войскам двигаться дальше. Я рад и горд, что в самое тяжёлое время для нашей страны, когда наше Отечество было под смертельной опасностью, я пригодился нашей стране и сделал всё тогда, что мог, вместе с моей Красной Армией. Я рад, что в послевоенное время вместе с офицерами и генералами в наше управление мы смогли добиться перевооружения дальней авиации на новую авиационную технику, которая с успехом работает и в наше время, и соответствует самому высокому уровню боевых достижений нашего времени. Я хочу ещё раз вас поздравить с этим праздником дальней авиации и пожелать вам новых больших успехов в делах защиты нашего государства. Поздравить вас с Новым годом, пожелать успехов и всего самого доброго, самого лучшего.